Всем привет ребята, я очень старался над данным видеороликом, пожалуйста поддержите меня лайком, давайте с вами заберем 5000 лайков под этим видеороликом и я выпущу свой промокод для Аватар Ворлд. Прямо сейчас спускайтесь вниз и ставьте свой лайк, а также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы он стал сереньким, чтобы вам приходили уведомления о новых видеороликах. А также убедительная просьба, досмотрите данный ролик до самого конца, спасибо вам огромное, я вас очень люблю, приятного вам просмотра. Я родился. Доброе утро, Лунтик уже встал? Я не встал, а упал, мне сегодня опять снилось, как я падал с луны. Слушай, тебе уже неделю снится этот сон, это наверняка что-то значит. Я знаю что. Когда-то ты упал с луны на землю вот в этой скорлупе. Точно, это было так давно, что я и забыл. А мы никогда не забудем день, когда у нас появился внучек. И наступит этот день через неделю, поэтому тебе и снится луна. А вокруг звезды и кометы. Я слышал, там не ходят, а прыгают. Меня она всегда притягивала. Жаль, что я плохо ее помню. Так, решено. Мы отправим Лунтика на луну. А как же он вернется обратно? Он упадет с луны так же, как сделал это когда-то. В тот же самый день и в той же самой скорлупе. Раз у него получилось в тот раз, получится и в этот. Я полечу на луну. Вот это новость. Ура, ура. Это непростая задача, Лунтик. Дяде Корнею нужно успеть построить ракету. А тебе нужно будет пройти суровую подготовку перед полетом. По моим расчетам, Лунтик будет на луне уже завтра. Смотрите, вон он. Какой же он потрясающий. У него будет два дня до того момента, как он должен будет упасть с луны обратно. Спасибо, что связала для меня этот скафандр, бабуля. Друзья, мы провожаем в полет нашего дорогого Лунтика. Когда он упал с луны, наша жизнь изменилась. Мы стали добрее, веселее, дружнее. Лунтик, ты же вернешься? Мы будем тебя ждать. Не пропусти лунный день, когда надо будет упасть обратно. Приготовиться к полету! Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один! Улетел! Он улетел! Наш Лунтик улетел! Лунтик? Привет. Я упал с луны. Скорее с ракеты. Что за дела? Ты почему не улетел? Ты же так хотел Да, хотел, но потом я подумал А вдруг у меня не получится вернуться обратно И тогда я вас больше не увижу Лучше никогда не побывать на Луне, чем потерять вас навсегда Ох, Лунтик Доброе утро Деда? А где Баба Капа? Тише, тише, Баба Капа заболела Ох, Бабуля, заболела? Тей, завтракай, а я слетаю за липовым цветом Только липовый чай поставить Капочку на ноги Я тоже хочу вылечить Бабу Капу Нет, нет, жди меня дома и не шуми Капочке нужен покой А когда прилечу, вместе заварим чай Всё, я полетел Надо вести себя тихо Не шуметь Лунтик, ты уже не спишь? Мы за тобой Тише, тише Баба Капа заболела Как заболела? Ей нужна тишина Тихо Раз здесь нужна тишина, тогда пойдём с нами гулять Не могу Я жду дедулю Мы вместе будем бабулю лечить В лечении самое главное Зелёнка с йодом А как же липовый чай? Зелёнки и липового чая мало Градусник ставили? Не знаю Всё это нужно для выздоровления Вот, Лунтик, теперь можно лечить бабу Капу Баба Капа, я принёс тебе грабесник, йод и зелёнку Спасибо, Лунтик Зелёнка и йод не понадобятся, а вот температуру я уже измерила Значит, деда зря полетел за липовым цветом Ты уже всё можешь делать сама? Нет, температура у меня высокая, вот поэтому я и болею О, сейчас, я принесу тебе ещё одеяло Я тебе ещё и свою подушку принесу Спасибо, не надо, подушка ведь не согреет Тогда я поищу чего-нибудь тёплого Перестань, Кузя, не пугай меня, а то подушки в тебя кину Лучше помогите найти, чем согреть бабу Капу Чтобы согреться, надо побегать Ты что? Она же болеет, тут нужен горячий чай Вот банки с вареньем и мёдом А поить бабу Капу надо с ложечки Ложечками не лечат, лечат банками Не банками, а ложками Много ли ложечками можно наличить? Сейчас покажу, открою рот и скажи «а» Какой молодец Додумался поить с ложечки Спасибо, теперь я посплю Хорошо, баба Капа Больной, не волнуйтесь, откройте же рот Больной, дышите глубже Да я и так дышу Надо слушаться доктора, а то не вылечишься Что вы шумите? Мы играли в непослушного больного Скорее во вредного доктора Баба Капа спит Кушать хочется Баба Капа тоже, наверное, голодная Кто же ей приготовит обед? Мы! Точно! Будем играть в настоящих поваров Посто Из чего мы будем делать обед? Давайте посмотрим, что есть в кладовке Баба Капа, я принёс обед, покушай Какой же у меня заботливый внучок Фу, как я устал Сейчас быстро заварим чай Эй, что такое? Ой, деда вернулся Пойду его встречать Ой, ой Здравствуйте Вы что, тут играли? Деда! Это ты так соблюдал тишину? Здравствуй, Шершуля Капочка Вот видишь, ваш шум заставил подняться бабулю Вовсе нет На ноги меня подняла забота Лунтика Да, молодец Ой, вижу, и без друзей не обошлось Спасибо и вам, ребята, что помогали Лунтику Давайте будем пить липовый чай Давайте! Вот что удивительно Больного лечит не только лекарства Но и забота Тучка Тучка Здравствуй, дядя Шнюк Красиво у вас получается Только вам еще тучу надо нарисовать Что? Но на небе нет ни тучи Есть Но пока не видно Деда Шир только что видел ее в подзорную трубу Туча Дождь, значит, будет Надо спрятать картину А то промокнет Пропустите Уступите Уступите мне дорогу Почему это? Нужно срочно спрятать мою картину Будет дождик А может, и ливень Какой еще ливень? Шер в свою подзорную трупу Видел тучу Лучше где-нибудь укрыться Слышал? Поток будет Может весь лес под воду уйдёт Что делать? Надо спасаться Куда? Я первый Пусти Нет, я Да вы что? Весь нектар просыпали Скоро такая буря начнётся Не до нектара будет Шерф трубу видел Нет, надо найти место понадёжнее Вдруг вода сюда доберётся Буря Представляю, какой ветер поднимется Наверное, ураган настоящий Надо всех предупредить Так сладко спал Пойду прогуляюсь Дорогой шерф Ты не будешь возвращать Если мы переждём бурю здесь Кстати, она очень сильная Страшная Ужасная Мы выживем Подождите, подождите Ничего не понимаю Какая буря С чего вы это взяли? Ты же сам видел её В подзорную трубу Я видел лишь маленькую тучку вдалеке А? А? А-а-а Устроили жители леса Кто-то не то сказал Кто-то не так понял А началось всё С маленькой тучки С маленькой тучки